Приветствую вас! Я думаю, что сексолог лучше бы ответил на ваш вопрос. По моему мнению, основная проблема в том, что вы не принимаете себя. То есть, вы считаете, что есть что-то правильное, вы считаете, что есть что-то нормальное в плане нормы какой-то. То есть, есть норма. И эту норму вы пытаетесь делать своей, но у вас не получается. И на самом деле правда заключается в том, что это ваша ошибка. Потому что в действительности никакой нормы нет. И если, например, люди что-то не одобряют, то это только их проблема. А вам, вам нужно быть счастливым, вам нужно делать то, что вам нравится, вам нужно получать удовольствие от жизни. И не обращать внимания ни на кого, ни на кого. Поэтому, если вам нравится все то, что вы делаете, если это вам доставляет удовольствие все то, что вы делаете, то наплажайте. Не нужно это себе подавлять, не нужно это себе как-то давить и так далее. Да, осуждение может быть будет. Осуждение может быть будет на вас, но поймите, что это осуждение, оно связано только с тем, что люди не принимают непроходящих на них. То есть людям сложно признать, что вы, например, ну другой. Людям сложно признать, что у вас могут быть свои какие-то желания. Люди руководствуются стереотипами на самом деле. И это не есть хорошо, безусловно. Потому что стереотипы это то, что очень сильно мешает. И вам нужно постараться делать своей мысль о том, что у людей все-таки есть определенные устойчивые взгляды на то, каким должен быть человек, каким должен быть мужчина и так далее. Но это совершенно не значит того факта, что вы должны быть таким. это совершенно не значит того факта, что вы должны соответствовать тем интересам и тем взглядам, которые есть у этих людей. И вот это и является самым главным. Это и является самым важным, что вам не нужно быть тем, кого ждут от вас. Вам нужно быть собой. И это главное. Чтобы вы были собой. И думается мне, что это является самым важным в том, что с вами происходит. Если вы, например, не можете понять, допустим, какой вы, то есть кто вы, если вы не можете понять этого, то сексолог вам поможет определиться с этим. Но только сексолог. Психолог. 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 Если вам не поможет. К сожалению. На мой взгляд. На мой взгляд. Именно так можно ответить вам на вопросы. На ваши вопросы. Вопросы. Зачем. Э-э-э-э-э. Еще раз, повторю. Что-то. А-а-а. Я не видел... И я не видел... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я не видел ничего дурного... дурного в том, что вы делаете. Я не вижу этого плохого в том, что вы в том, как вы продвигаете свою линию победителя. Я не вижу ничего дурного в том, чтобы вы получали удовольствие от того, что вам нравится. При условии только, что никому нет вреда от того, что вы делаете. Вот, если вреда никакого нет, то я думаю, что абсолютно нормально то, что вы получаете удовольствие от того, что вам нравится. а люди, которые которые, ну вот которые будут вас как-то осуждать и так далее такие люди, они будут всегда на самом деле. и это это нормально. Это нормально. Нормально. Что такие люди будут будут потому, что им невыносимо невыносимо, что у вас есть счастье, у вас есть удовольствие а у них нет. поэтому в единственной сфере самое главное, чтобы вы были естественны. в единственной сфере самое главное, чтобы у вас была слабоя. помощь. Ну а если нужна помощь, если нужны корректировки, да, то с корректировками можно вам помочь. Объективно это есть и психоанализ для этого. Объективно есть и консультации у сексологов, как я уже сказал. Все это решаемо. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.